МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И начнем выпуск с приятной новости. В Наринмар с первенства России вернулись лыжники. Среди них есть чемпион. Ученик 9-го класса искательской школы Александр Терентьев в лыжной гонке опередил более 200 человек и завоевал золото. Успехи юного дарования отметил и губернатор округа Игорь Кошин. Он лично поблагодарил юного спортсмена и его родителей. Ирина Цепетова с подробностями. Готовился юный спортсмен долго и упорно. Все лето, осень и зиму проходили тяжелые тренировки, признается лыжник. Кстати, это не первые выездные соревнования Александра, но награда такого уровня для него первая. Успех спортсмену принес заключительный день первенства. 15 февраля Александр Терентьев завоевал золото в гонке классическим стилем. Дистанция была 5 километров, трасса была тяжеленькая, разъемная, спуск кермины было очень мало. К победе Александра вел его тренер Андрей Речков. Подсказывал, советовал, напутствовал. Великолепный результат. История округа – это у нас впервые. И надеемся, это не последняя победа. Будем стремиться. У нас сезон продолжается. Мы работаем и ждем новых побед. Глава региона Игорь Кошин отметил, что это большая победа не только для Александра, но и для всего округа и пожелал спортсмену дальнейших побед на российских и международных трассах. И, конечно, выразил благодарность родителям чемпиона. Слава благодарности за воспитание и подготовку к замечательному победу. Сегодня Александр уже кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. В будущем юноша мечтает попасть в сборную России. Кстати, юный спортсмен привез с первенства не только золото, но и бронзу. Всего наш округ представляли 9 спортсменов. В общем зачете наша лыжная команда заняла 15-е место среди 52 регионов. Теперь к более глобальным темам. Строительство школы на 110 мест в селе Нижняя Пеша планируется завершить в декабре 2015 года. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и строительства администрации Заполярного района Алексей Парилов. В целом же затянувшиеся стройки – проблема в Ненецком округе, и это ни для кого не секрет. Первопричина долгостроев – недобросовестные подрядчики. К примеру, в Нижней Пеше строительство школы затянулось из-за безответственности Еврострой Монолита. Подрядная организация систематически нарушала график производства работ. Поэтому муниципальный контракт с ней в 2013 году был расторгнут. После этого к строительству приступила новая организация. Бригада подрядчика на следующей неделе продолжит работы по монтажу несущего металлического каркаса. Часть необходимого материала завозится по зимнику. Завершить все работы планируется в декабре 2015 года. Но не у всех с появлением нового здания проблемы пропадают. Педагоги из Хривера бьют тревогу. Казалось бы, какие могут быть проблемы. Современное теплое здание, светлые просторные кабинеты, два этажа. Но 1 сентября 2014 года школьников и учителей подвинули. Вернее, подняли на второй этаж. У многих учителей нет своих кабинетов. Я отвела урок, приходит другой учитель. Я быстро собираю свои манатки, кладу их в шкаф и ухожу. Ухожу и не знаю, что мне делать. На первом этаже временно разместился детский сад. Старое здание не соответствует Санпинам, а новое еще не построили. Средства на постройку нового дома для малышей выделили только в этом году. А завершить строительство планируется минимум через два года, пояснила глава Хривера. Кстати, строительство в этом поселке занимает далеко не последнее место в списке проблем. Если у местных жителей своя жилая площадь есть, то для приезжих специалистов, в которых, кстати, нуждается поселок, жилья не строится. У нас же врачи, вон, специалисты живут в больнице. Разве это можно? По закону нельзя. Потому что нет, не строится на поселке жилье. Не строится. Впрочем, в телефонном интервью глава администрации Хривера уточнила, что жилье строится, но только для соцнайма и очередников-люготников. Дома строятся для жителей по соцнайму. Если бы строилось жилье специализированное или по коммерческому найму, то есть, на мой взгляд, решение вопроса я вижу следующее. Необходимо специализированное жилье строительства. Мы не имеем права, это не наши полномочия, образование, здравоохранение. Никто не откричивает со специалистов, но должно быть специализированное жилье. Но строить это специализированное жилье муниципалитет не имеет права, не их полномочия. А посему врачи продолжают жить в больнице, а педагоги теснятся в маленьких комнатушках. Алина Волучейская, Николай Таратин, Телеканал Север. Обсудили долгострой и на еженедельном совещании при главе региона Игорь Кошин обозначил четкие сроки строительства приюта для животных. На Ринмаре он должен заработать в мае-июне этого года. Иначе, по словам главы региона, люди, которые занимаются его возведением, поставят на своей трудовой репутации черное пятно. Кстати, по контракту срок сдачи приюта – апрель. Олег Хатанзейский продолжит. Не просто обещать, а выполнить в кратчайшие сроки. Такую задачу поставил Игорь Кошин тем, кто строит приют для животных. О его возведении губернатор региона пристально говорил еще в прошлом году. Но процесс постоянно стягивали по неизвестным причинам. Терпение, кажется, закончилось. «Олеги, есть срок контракта, будет не выполнен. Это будет отражаться на ваших трудовых биографиях. Договорились?» «Да? Ну, так, чтобы не получалось, что мы слова на ветер бросаем. Чтобы просто не было никаких обид. Почему все хорошие отношения и человеческие просьбы воспринимают, как так, значит, можно пропускать мимо ушей?» Неэффективная работа ведется и в области предпринимательства. В регионе существует отдельный комитет по этому направлению, однако результаты его деятельности губернатора не впечатляют. Игорь Кошин до конца марта потребовал создать четкий алгоритм, при котором молодые люди смогут уверенно рассчитывать на поддержку власти при создании собственной производственной базы. «Сегодня мы находимся в ситуации, при которой у нас количество чиновников, руководителей различного уровня, ну, как бы, довольно-таки достаточно. Но вот на сегодняшний день мы никак не можем выстроить систему, при которой мы можем предпринимателю что-то гарантировать. Сегодняшняя наша субсидия по тому же молоку, она позволяет совершенно спокойно приходить, там, и фермы самостоятельно строить, еще что-то делать. Но мы должны дать людям какие-то гарантии». Проще говоря, администрация должна гарантировать будущим бизнесменам возврат инвестиций при создании в субъекте отдельного производства, при этом, которое будет приносить пользу всему региону. Чего пока не скажешь, Анрин Марс, строя предприятие продолжает работать в убыток, необходимо срочно повышать его эффективно, считает Игорь Кошин. Только в прошлом году из казны округа безвозмездно строительному предприятию на возмещение долгов было переведено 324 миллиона рублей. Для примера, субсидия на молочную продукцию составляет порядка 350 миллионов рублей. Цифры говорят сами за себя. Еще одна важная тема – весенний поводок. Готовиться к половодию необходимо заранее. Прошлый год это наглядно показал. Уже сейчас необходимо понять, кто за что будет отвечать. Только не словами, а делом. «Давайте, чтобы в этом году мы как-то заранее к этому подготовились. Понятно, что прогнозы будут за месяц, за полтора, но по тому объему снега и по тем работам, которых на сегодняшний день никто на самом деле не проводил, связанные ни с углублением, ни с другими противоповодными предприятиями, можно дать прогноз, что поводок в этом году тоже будет серьезным». Из темы ЧС в социальную. В год ребенка в регионе должна вестись усиленная работа с неблагополучными семьями, чтобы количество фактов лишения родительских прав снизить к нулю. Такую задачу ставят власти Ненецкого округа. При необходимости администрация готова выделять на эти цели даже гранты и не забывает и о предстоящем великом событии. Скоро страна отметит 9 мая. В Наринмаре по этому случаю появится новый памятник – танк. Олег Танзийский, Антон Водряков, Телеканал «Север». Кстати, подготовка к 70-летию победы в округе идет полным ходом. Наринмар стал частью международной эстафеты победы. Торжественный митинг прошел у обелиска. В нем приняли участие школьники, студенты, ветераны и первые лица округа. Делегация пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации привезла в заполярную столицу символ победы. Побывали на митинге и мы с моим коллегой-телеоператором. Свой путь он начал из Мурманска и преодолел уже не один десяток километров. В руках пограничников не просто кубок. Это символ целостности страны. Товарищ губернатор, символ эстафеты победы вдоль государственной границы стран, содружества независимых государств из города воинской славы Архангельска в город Наринмар доставлен. Старшая эстафетная группа майор Дедов. Митинг начался с торжественной передачи символа единства и нерушимости границ главе региона Игорю Кошину. Наша память никогда не сотрется из наших сердец. И мы должны понимать, что мы не просто должны чтить и помнить. В наших сердцах живы те солдаты и офицеры. Те труженики тыла, которые своим трудом ковали победу в тылу. Которые освобождали Европу, освобождали мир от нацистов, от фашизма. И пока это в наших сердцах будет жить и развиваться наша страна. Слов было сказано много. Вспомнили и тружеников тыла, и солдат, и медиков, и, конечно, ветеранов. Более того, трое из них лично присутствовали на митинге. Василий Самойлов вспомнил фронтовые годы и отметил, что во время Великой Отечественной войны именно единство помогало не падать духом. Наша армия была многонациональная. В последние времена я воевал на Прибалтийском фронте. Но у меня был один казах, один узбек, один татянин, один башкир, три украинца, два белоруса и ни одного прибалтийца. Нерешимость границ, веры и идеи, которая за 70 лет осталась неизменной. Фашизму в любых его проявлениях не место в мире. С этим мы задумали эстафету победы. Она проходит не только в России, но и в странах СНГ. Второй кубок единства отправился из Бреста. 28 мая, в День пограничника, два символа победы встретятся в Москве. Кольцо, которое охватывает всю Россию и страны содружеств, сомкнется. Эстафета победы прошла уже во многих городах нашей страны. Мурманский, Архангельский и даже побывала на самой северной точке нашей страны, в земле Франца Иосифа. Сегодня она завершилась в Наринмаре. Цель ее это вспомнить всех тех, кто приложил все усилия для того, чтобы победить в этой войне. Алина Волучейская, Антон Водряков, телеканал «Север». Вспомнили о Великой Отечественной войне в школе-поселке Искателей. Этой теме посвятили седьмую ученическую конференцию. Школьники исследовали историю агитплакатов и даже попытались воссоздать вкус хлеба военных лет. Моя коллега Надежда Литкова отведала фронтовой выпечки и сейчас поделится с вами подробностями. Каждый год в школе-поселке Искатели отмечают День науки. Ученики со 2 по 11 класс готовят интересные и актуальные исследования. В этом году Россия отмечает 70-летие со Дня Победы. Этой большой дать ей посвящена конференция. Большой вклад внесли в проекты, руководители учащихся наших. Конечно же, это работа ни одного, ни двух дней, даже ни недели. У нас дети начали подготовку еще с мая прошлого года. Давно закончилась Великая Отечественная война. Всю жизнь люди, пережившие те страшные голодные военные годы, помнят о цене хлеба. Ученица 5 класса Маша Порывкина испекла хлеб военных лет и узнала, чем он отличается от современного. Я помню хлеб, он черен был и липок. Ржаной муки был грубоват по моему, но расцветали лица от улыбок, когда буханку ставили на стол. Мы на практике приготовили два вида хлеба и кукурузной лепешки. Хлеб ржаной и хлеб ржевский. Вот порция 125 граммов, которую давали на войне в день. Процесс получился длительным и трудоемким. Прошла неделя. Хлеб, изготовленный по старым рецептам, затвердел, но не испортился. Лера Горбачева, ученица старших классов, исследовала плакаты времен Великой Отечественной. В них и страдания народа, и призывы к борьбе, и радость победы. Миниатюры знаменитого плаката «Родина-мать зовет» фронтовики носили в нагрудных карманах гимнастерок. Рядом с фотографиями дорогих и любимых людей. Рядом с партийными и комсомольскими билетами. В этих плакатах это история страны, история войны, история жизни страны и тыла. Потому что действительно, вообще, конечно, человек воспринимает очень много зрительно. Когда четко показан плакат, цветовое решение, контраст текста, четкий текст, человек сразу на эмоциях совершает подвиг. Очень важно хранить в памяти подвиг наших соотечественников. Ученицы 10 класса провели социологическое исследование. Мы решили узнать отношение современного поколения именно к тем событиям. Мы провели социологический опрос и в конце выявили достаточно высокий уровень патриотизма у учащихся нашей школы. Также мы узнали, что они достаточно хорошо знают историю Великой Отечественной войны и ее событий. Многие работы были посвящены родственникам, прадедушкам, прабабушкам, которые внесли свой вклад в победу нашей страны. Такая конференция – хорошая возможность узнать о войне не из учебников, услышать интересный рассказ о событиях прошлых лет. В Наринмарском социально-гуманитарном колледже студенты взялись за воссоздание истории 41-44 годов 20 века. Именно тогда в Наринмаре началось строительство взлетной полосы для самолетов Беломорской военной флотилии. На строительство аэродрома, а точнее на создание его макета, у студентов совместно с сотрудниками музея ушло 7 дней. В те далекие годы аэродром стал стройкой номер один – стратегическим объектом. На строительство было задействовано все работоспособное население Заполярной столицы. Уже с октября 41-го взлетная полоса функционировала и могла принимать до 15 самолетов ежедневно. Подготовка к созданию макета для студентов началась с ознакомительной лекции по истории строительства этого объекта. Побывали на экспозициях музея. Создание макета шло по настоящему плану аэродрома. Руководителями проекта стали заведующие отделом истории музея Марина Коловагина, научный сотрудник музея Ольга Дроздова и преподаватель колледжа Галина Поздеева. Мы договорились с музеем, что они подбирают весь материал исторический, чтобы мы знали фотографии, сведения, кто работал, что они делали. И в первый день практики Марина Михайловна провела хорошую беседу, где рассказала студентам, именно как люди жили, как работали, какая задача ставилась, какая дисциплина была, что требовалось от людей. Работу над созданием макета вели студенты 215-й группы. По специальности – дизайнер. По большей части над проектом работали девушки. В буквальном смысле использовали самый разный подручный материал. Работа была тяжелой, но очень интересной и необычной. Признаются участницы проекта. Кстати, работали над ним целую неделю. Когда нам сначала сказали, что мы будем делать макет для музея, я совершенно не представляла, что мы будем делать. Но смотрите, это сделано из пенопласта и различных подручных материалов. Но под чутким руководством Галины Николаевны, допустим, простой материал превратился в нечто грандиозное. И, допустим, люди будут приходить в музей и конкретно точно знать, что, допустим, делали их родственники, дедушки, бабушки. Все довольно интересно. С каждым днем у нас все новое и новое. Что-то мы сначала делали деревья, людей. Ну, все очень интересно вообще. Главная идея проекта – показать всем жителям округа подвиг тружеников тыла, героизм и мужество тех, кто помогал ковать эту великую победу. Сейчас макет находится в стадии завершения. Ребята ждут, не дождутся, когда их детище представят на обозрение широкой публики уже в музее. Роман Христюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». 23 февраля страна отметит День защитника Отечества. В этот же день в ОМВД России по Ненецкому округу завершится неделя мужества, приуроченная к этой дате. Учащиеся школы, Наринмары и поселка Искатели не только узнали о воинской службе, но и проверили свои силы в стрельбе и мини-футболе. Три пробных выстрела и три на зачет. Задача ребят – попасть в мишень и набрать как можно больше очков. В соревнованиях используется стрелковый тренажер, предназначенный для обучения стрельбе из пистолета Макарова. Пусть оружие не настоящее, надо соблюдать все правила. Как правильно стрелять, показали юношам ветерану ОМВД. Сережа Кармазин из команды третьей школы из подобного оружия стрелял впервые, но, несмотря на это, показал хороший результат – 24 из 30 баллов. Некоторое время я ходил на военно-патриотическую силу «Патриот». Мы учили нас сборки автомата и строевому, и походному шагу. Саша Ястриков хоть и учится в первой школе, но представляет на соревнованиях команду детей, чьи родители – сами работники УВД. Саша занимался стрельбой в детско-юношеском центре «Лидер», поэтому стрельба для него – дело не новое. Просто еще голова болела, но так вроде нормально. 21 школа получилось. Лучший результат показали кадеты школы-интерната. Секрет такого успеха в регулярных тренировках. Ребята стреляют по мишени каждую неделю. Для детей эти соревнования стали чем-то необычным, интересным и оригинальным. Я думаю, что все новое – это хорошо забытое старое. Если раньше у школьников были занятия по военной подготовке, то сегодня, когда таких занятий нет, мы пытаемся каким-то образом декомпенсировать и показать школьникам, что такое оружие и как с ним правильно обращаться. После тренировки будущие защитники Отечества ознакомились с боевым оружием, которые используют в своей работе полицейские. Ребята смогли хорошо его изучить и даже примерить на себя боевое снаряжение. Ребятам предложено уже поучаствовать в творческом конкурсе, конкурсе рисунков на тему «Я защитник Отечества». Ребята должны нарисовать общий рисунок своей команды и представить его в МВД, где придет его оценка. Оставшиеся дни до праздника будут посвящены мини-футболу среди заявленных команд. На финальном матче объявят школу победителя. В преддверии праздника лучших выявили и в культурно-деловом центре Арктика. Молодые исполнители из Наринмара, Коткина, Харивера и Ому приняли участие в пятом региональном конкурсе патриотической песни. В этом году главной темой стал предстоящий 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. На суд жюри каждый участник представил по два разнохарактерных произведения. Россия священная, наша держава. Выступать первой всегда волнительно. Полина Лобода задачу для себя усложнила в разы. Представив на суд жюри не просто песню, а один из символов Российской Федерации – гимн. Моя учительница очень любит творчество Ларисы Долиной. А мы услышали в интернете, как Лариса Долина поет этот гимн, такой в другой аранжировке. И мы решили попробовать тоже его спеть. Всего на конкурс патриотической песни было подано 25 заявок на участие. Но на сцену в этот день смогли выйти только 16 девушек. В номинации «Вокал соло» выступали исполнительницы в двух возрастных группах – от 14 до 18 и от 19 до 30 лет. Это представительницы школы номер 5, детско-юношеского центра «Лидер», школы-интерната, ледового дворца спорта «Труд», городского дома культуры, социально-гуманитарного колледжа, а также учреждений культуры Харивера, Умы и Коткина. Каждая представила по два абсолютно разных произведения. Здесь звучали песни военных лет, народные, джазовые и эстрадные. Участники старались, чтобы произведения не повторялись. Такие песни неизвестны, как, например, Наталья Власова, Настасья и «Прощайтесь, грузные горы». Просто если выбирать песни, которые распространенные, то получаются одинаковые песни. Приходится искать из глубины. Репетиции заняли по несколько недель, но участники говорят, что это того стоило. Ведь победители примут участие в финале Всероссийского фестиваля конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Он пройдет в Москве в конце года. На нем наш регион представят победителя регионального конкурса в первой возрастной группе Ирина Вокуева, старшая – Ксения Носова. Также были названы имена дипломантов второй степени. Ими стали Полина Вобода и Анастасия Порывкина. Очень отрадно, что в этом мероприятии принимают участие молодежь. Как бы ни хотели переписать историю нашей России, мы с вами, вы, особенно молодежь, просто не имеете права допустить этого. И историю ваших дедов и прадедов нести всегда в душе и в сердце, передавая из поколения в поколение. Победители регионального конкурса приняли участие в гала-концерте, который прошел в Культурно-деловом центре Арктика в рамках празднования Дня Защитника Отечества. Также на сцену в этот вечер вышли творческие коллективы Культурно-делового центра и гости – артисты из Москвы. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И теперь новости спорта. В этом году гонки на снегоходные техники на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова пройдут на Ринмаре 28 марта. Об этом сообщили на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению соревнований. Уполномоченным учреждением на подготовку и проведение соревнований по-прежнему является детско-юношеский центр «Лидер». Как отметил его руководитель Андрей Федотов, призовой фонд соревнований практически сформирован. Спонсорами гонок стали почти два десятка компаний, в их числе «Башнефть Полюс», «Таталь», «Газпромнефть Сахалин», «Полярное сияние» и «Сбербанк». Генеральный спонсор соревнований компания «Русь-Вьетпетра» уже сообщила, что в ее официальной делегации составит более 30 человек. Место проведения останется прежним – Качгартинская курья. Также, как и в прошлые годы, на снегоходной технике будут состязаться отдельно женщины, мужчины и ветераны. В этот же день состоятся традиционные гонки на олених упряжках. 2-9. С таким счетом хоккеисты из сборной Нинецкого округа уступили победу в ледовой схватке гостям из Усинска. В ледовом дворце труд прошли товарищеские матчи по хоккею. Они стали своеобразной подготовкой к более серьезным соревнованиям. До столицы Нинецкого округа команда Усинска добиралась 10 часов по зимнику. Из-за сложных погодных условий и переменной работы дороги об отъезде узнали за полчаса. Как говорят сами спортсмены, в хоккей играют настоящие мужчины, для которых не бывает непреодолимых трудностей. У нас сейчас идет активная подготовка к спартаке до Роснефти. И было очень приятно, что получили приглашение именно от Наринмара старых добрых соседей. Команда нашего общества является уже такими друзьями-соседями, которые постоянно играют. Именно с этим городом мы уже сложились хорошие, такие очень приятные дружеские отношения. Очень приятно, что много детей на трибунах. Команды держали болельщиков в напряжении. Итоговый счет 9-2 в пользу гостей округа. Товарищеский матч стал своеобразной репетицией. Совсем скоро команды вновь выйдут на лед в рамках турнира по хоккею на кубок губернатора Нинецкого округа. Идея кубка возникла 7 января, в день зимних видов спорта в Ледовом дворце Труд. Участие в турнире примут команды хоккеистов, компании-недропользователи, работающих на территории региона, и сборная по хоккею Нинецкого округа. Мы с этим соперником уже встречаемся на протяжении лет 10. К ним приезжали чаще, конечно. А сейчас, последние два года, они к нам приезжают. Некоторых ребят знаю. Некоторые от нас уехали и у них играют. Команда нам, честно говоря, была по зубам. Наши ребята немножко волновались. Василий Строгов, в недавнем прошлом тренер спорткомплекса «Старт», теперь играет за команду противника. Побывать в Наринмаре, увидеть старых болельщиков и бывших коллег для него одно удовольствие. Поэтому и игру воспринимают не как борьбу, а как интересное приключение. Мы играли на классе, просто парни там играют очень давно. Тем более, в прошлом году они завоевали среди «Роснефти» третье место среди трудовых коллективов России. Так что парни, по-моему, серьезные приехали. В рамках матча спортсмены провели благотворительную акцию. Собрали средства на покупку настольного хоккея для воспитанников детского дома. А в следующий раз команды сойдутся на льду уже 13 марта в борьбе за кубок губернатора Нинецкого округа. Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова была картина прошедшей недели. Какая будет следующая, узнаете из наших выпусков новостей. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на «Севере». Редактор субтитров А.Семкин